Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про устройство для контроля параметров воздуха, которое называется Midzi Multifunctional Air Monitor. Это устройство позволяет контролировать такие параметры воздуха, как содержание мелкодисперсных частиц PM2.5, содержание летучих органических веществ, лол, контролировать температуру и относительную влажность и рассчитывать апроксимированное значение содержания двойки сиуглерода, СО2. Итак, для чего же это нужно? Про температуру и относительную влажность, я думаю, много рассказывать не надо. Напомню лишь, что норма для жилых помещений является относительная влажность в пределах от 40 до 60%. Что касается частиц PM2.5, то их основная опасность заключается в том, что они настолько мелкие, что легко преодолевают биологическую защиту организма и попадают в дыхательные пути. Например, по данным Организации Всемирного Здравоохранения, считается, что эти частицы напрямую связаны с 5% смертей от рака легких. Лов. Летучие органические вещества. Это химические вещества, которые растворены в виде газа в воздухе. Ведь на самом деле, качество воздуха может быть плохим, несмотря на оптимальное значение влажности, температуры или содержание двойки си углерода. На качество будут влиять дым, запахи, испарения от различных предметов, частей интерьера, мебели и т.д. Что касается СО2, двойки си углерода, это газ без вкуса, цвета и запаха, который выделяется при дыхании. В этом устройстве нет анализатора, который подсчитывает его значение в воздухе. Но, как известно, содержание лов и СО2 в помещении, где находятся люди, коррелируются. И это позволяет рассчитывать аппроксимированное значение содержания двойки си углерода в воздухе. Для бытовых целей этого вполне достаточно, а отсутствие этого датчика существенно удешевляет стоимость устройства. Поставляется устройство в коробке из плотного картона белого цвета с цветной фотографией датчика на крышке. В правом углу логотипы Xiaomi и Midsi. Сзади указаны параметры устройства. Экран сенсорный, 3,97 дюйма, разрешением 800 на 480 точек. Беспроводной интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц, стандарт EEE 802-11BGN. Питание USB Type-C 5 Вольт 1 Ампер. Встроенный аккумулятор 2000 мАч. Вес устройства 182 грамма. Размер 109 на 64 на 29,5 мм. На торце коробки нанесены пиктограммы датчиках, частиц PM2,5, летучих органических веществ, CO2 аппроксимированная, температура, влажность и датчик освещенности. Он нужен для корректировки яркости экрана. Приступим к открытию. Пустого места в коробке достаточно, производитель не стал на этом экономить, уделив внимание дополнительной защите. Кроме монитора качества воздуха, в коробке имеется еще инструкция на китайском языке и зарядный кабель USB-USB Type-C. Внешне монитор представляет собой пластиковый кирпичик белого цвета, длиной чуть более 10 см. Большую часть фронтальной поверхности занимает цветной экран. Слева находится окошко датчика освещенности, по которому регулируется яркость экрана. На задней стороне, внизу посередине, находится разъем USB Type-C и большой логотип Мидзе, который представляет собой буквы М и J. Справа и слева находятся одинаковые перфорированные крышки датчиков, которые производят анализ параметров воздуха. Единственная кнопка, находится на верхнем торце устройства. Она служит для включения-выключения, переключения экранов и возврата в главное меню. Внизу прорезиненная вставка с логотипом Мидзе, которая служит для того, чтобы устройство не скользило по поверхности. Из коробки аккумулятор оказался заряжен примерно наполовину, что дало возможность сразу включить устройство. После непродолжительной демонстрации логотипа Мидзе на черном экране, гаджет загрузился и предложил выбрать один из трех языков, в том числе английский. Далее нужно выбрать Wi-Fi сеть. Все, что делалось обычно через приложение Mi Home, можно сделать вручную на самом устройстве. При помощи экранной клавиатуры вводим пароль и нажимаем кнопку Connect, после чего устройство подключается к сети и проверяет версию установленной прошивки. Как можно увидеть в левом нижнем углу экрана, прошивка, которая была из коробки, подразумевала пять вариантов экрана, первый из которых датчик частиц PM2.5. На экране видна текущая версия прошивки и номер актуальной версии, обновление подтверждается вручную. Все эти операции проводятся прямо на устройстве, на этот момент датчик еще не был подключен к приложению Mi Home, в принципе он может полноценно работать и без него. Что интересно, это я увидел на втором обновлении, прилетевшем следом. Если заряд аккумулятора менее 50% обновиться вы не сможете, чтобы не окирпичить устройство. После обновления экранов уже шесть. Первый это что-то вроде часов с календарем. Здесь же доступна опция погоды, но данные есть похожи только по Китаю. Перелистываются экраны или нажатием на кнопку или свайпом по экрану. Второй экран текущее значение частиц PM2.5. По нажатию на цифры открывается окно с шкалой допустимых значений и отображением текущего показателя на ней. Круглая иконка справа дает доступ к истории в 12-часовом или недельном отображении. Третий экран по умолчанию показывает только содержание летучих органических веществ. Значение CO2, которое прибор вычисляет по содержанию водорода и этанола, необходимо включить через меню. Аналогично, по нажатию на цифры текущего показателя открывается экран с шкалой значений, а круглая кнопка дает доступ к графику исторических значений. То же самое и шкала исторические данные есть для значений CO2. Четвертый экран это температура и относительная влажность. Вместо шкалы значений здесь определена зона комфорта по температуре и влажности, которая вызывается по нажатию на цифры значений и температуры и влажности. Исторические данные отдельно для температуры и отдельно для влажности и тоже в недельном и 12-часовом отображении. Пятый экран наиболее информативный, он отображает одновременно все возможные показатели температуру, влажность, содержание лов, CO2 и частиц PM2. Вызова истории с этого экрана нет, есть только шкалы значений и зона комфорта. Шестой экран последний это настройки. Первая опция это быстрый доступ к меню Wi-Fi сетей, то же самое которое запускается при первом старте устройства. Второе нужно для подключения к Mi Home о нем чуть дальше и третье это настройки. Меню настроек содержит 12 пунктов и занимает два экрана. Тут также есть меню Wi-Fi сетей. В настройках экрана можно активировать опцию отключения крана ночью и указать время автоотключения при автономном и питании от сети. Здесь активируется функция расчета содержания CO2, которая отключена по умолчанию и описывается принцип его расчета. Если показания счетчика лов кажутся вам странными, можно сбросить его значение и переинициализировать, что займет порядка четырех часов. В меню даты и времени выбирается формат времени, есть опция автоматической коррекции времени и тут же нужно указать свой часовой пояс и после этого время будет отображаться корректно. В меню локация определяется местоположение, что нужно для отображения погоды, актуально видимо только для Китая. А в меню About можно посмотреть название, модель, серийный номер и MAC адрес. Гаджет имеет и вертикальную ориентацию экрана, которая определяется автоматически. Она удобнее, когда прибор переносится в руках. Оставлять так нельзя, прибор напишет предупреждение о том, что закрыто отверстие для датчика. Отдельно обращу внимание на то, что первичная инициализация сенсора лов занимает порядка четырех часов. В этом состоянии, если нажать на оценочное значение на экране, появится меню, в котором будет описано примерное время старта датчика, от первого и сброшенного до отключенного на протяжении разного времени. Скорость отклика сенсора быстро, экраны листаются быстро, на нажатие реагирует хорошо, но при перевороте вертикально может срабатывать не с первого раза. ركنчика �� при удерживании кнопки в нажатом состоянии открывается меню в котором можно отключить экран или выключить устройство полностью за то время что я наблюдаю за датчика могу сказать что он весьма чувствительный и быстро реагирует на изменения окружающей среды например в первый же вечер он среагировал на то что в кухне жарили картошку причем почти без масла в закрытой мультипечи фон экрана при этом окрасился в предупреждающий оранжевый цвет вот замер помещений концентрация лов 1202 миллиграмма на метр кубический время 1433 выношу прибор на балкон открываю окно и в течение чуть более трех минут концентрация падает практически до нуля температура на датчике при этом успела опуститься только на три с половиной градусов далее заношу обратно в помещении примерно за минуту значение лов возвращается практически к исходному в этом ролике в реальном времени показана реакция прибора на открытии двери балкона на котором открыто окно на улице хотя даже находясь в другом конце комнаты он всегда быстро реагирует на изменения в составе воздуха блин 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 вот мы Субтитры сделал DimaTorzok Хотя устройство может использоваться совершенно автономно, оно поддерживает и приложение Mi Home Для подключения через меню на шестом экране нужно запустить мастер подключения и следовать по пунктам Нажав клавишу Next, получаем на экране устройство действительный в течение 5 минут QR-код для подключения и переходим в приложение Mi Home В приложении для полного списка устройств нужно выставить местоположение материковой китай Ищем Mi Multifunctional Air Monitor Сканируем через него QR-код на экране гаджета и ждем несколько секунд до завершения процесса синхронизации После этого запускается меню, в котором указано название устройства и можно выбрать локацию из уже созданных комнат, либо можно создать новую Приложение проверяет наличие обновлений прошивки, при необходимости предлагает их установить Устройство сообщает об успешной синхронизации с Mi Home, больше ничего для этого делать не нужно Плагин устройства имеет три окна Первое – это датчик частиц PM2.5 На втором – датчик лов, при активации расчета CO2 он появляется там же И третье окно – это датчики температуры и влажности Функциональность аналогична ручному управлению Имеются шкалы значений для датчиков частиц, лов и CO2 и зона комфорта для температуры и влажности Кроме исторических данных по значениям в различных разрезах времени, дополнительно имеется шкала сравнений показаний в течение недели Меню настроек стандартно – автоматизация, совместный доступ, меню основных настроек и помощь Меню основных настроек зовет нас красной точкой, переходим смотреть и что же тут, какая неожиданность Наш монитор оказывается еще и блютуз шлюз Вот и еще один приятный бонус от подключения к Mi Home Меню автоматизации Устройство может быть только условием сценария Тут хоть и на китайском, но по логике понятно Первое меню – это значение датчика PM2.5 Второе – датчик лов, третье – температура и четвертая – влажность Для первых двух можно выбирать в качестве условий концентрацию в миллиграммах на метр кубический для температуры градусов Цельсия Для датчика влажности – это показания в процентах Для условий сценариев можно выбирать либо превышение заданного значения, либо значение ниже заданного Например, можно отправлять уведомления на смартфон в случае, если показатель лов превысит норму Или включать усиленное увлажнение воздуха при низкой относительной влажности Или через ЭК-базу включать охлаждение на кондиционере, если в комнате становится слишком жарко На момент создания этого обзора отдельного компонента, который позволял бы интегрировать этот монитор в систему Home Assistant, к сожалению, нет Тот компонент, который существует, предназначен для монитора контроля частиц PM2.5 и для этого устройство не подходит Но я уверен, что столь интересное устройство не будет долго обделенным вниманием разработчикам системы И рано или поздно этот компонент появится Я не берусь судить, насколько корректны показания этого монитора в части определения летучих органических веществ Что касается температуры и влажности, то они вполне корректны и в целом совпадают с остальными моими датчиками Что касается датчика частиц PM2.5, то сравнивая с таким же датчиком, который расположен в очистителе воздуха Xiaomi По моему мнению, тот датчик, который здесь, более корректен И я уже читал информацию в сети о том, что датчик в очистителе воздуха, скажем так, не совсем точный По крайней мере, показания лов и аппроксимированное значение CO2 вполне адекватно реагируют на состояние атмосферы в комнате На открытие окон, включение систем вентиляции И по крайней мере, по этому они вполне пригодны для бытового использования Как вот такой напоминатель о том, что необходимо все время, периодически проветривать помещение В целом, мои личные впечатления от использования этого гаджета сугубо положительны И в ближайшем обозримом будущем я планирую обзавестись более старшей моделью монитора В котором, насколько мне известно, уже находится аппаратный датчик CO2 И тогда-то можно будет и сравнить, насколько точны аппроксимированные вычисления с фактическими показаниями CO2 На этом все Если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео Если видео вам понравилось, ставьте лайки Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал Дальше будет еще интереснее До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok